Если ты думал, что я расскажу тебе про Luxx от компании Vapores, то ты ошибся видосом, дружочек-пирожочек. Потому что сегодня я поведаю тебе про настоящий франкенштейн от мира вуйпинга. Но сначала по статистике ютуба, который мне рассказывает, что ты смотришь без подписки, ты должен клацнуть эту злосчастную кнопку подписаться. И после этого мы с тобой продолжим. Подписался? Красавчик! Не подписался, но будет на твоей совести. Итак, Vapores Luxx. Это не он. Здесь от Luxx только тушечка. Вот такая вот она, стильненькая. А картридж от его следующей версии, LuxxR. Вообще, зачем городить было такой огород компании Vapores, я так и не понял. Если кто не знал, компания выпустила замечательный, своего рода, девайс Luxx. В базовой комплектации у этого девайса был картридж. Точно такой же визуально, только испаритель не менялся. То есть тебе надо было каждый раз покупать целый вот такой вот в сборе уже картридж. Он был там на 0,4 сопротивление. Ну, внутри были точно такие же испарители. Я уверен, на 100% абсолютно одинаковые. Просто они были запаяны почему-то внутрь. Зачем надо было городить такой огород? Почему? Что за просчет в дизайне? Откуда вообще? Кому пришла такая грандиозная идея? Мне непонятно. Но, судя, видимо, по продажам, когда компания посчитала, да, прибыль и убытки свои от изготовления бесконечного количества вот этих пластиковых хреновин, ребята посчитали, что, ну, камон, у нас же есть испарители GTX, да? Почему бы нам не сделать точно такой же картридж, просто с вменяемым испарителем? То есть человек будет, как на любом нормальном современном девайсе, вынимать испаритель, да, из картриджа, его выбрасывать, а сам картридж у человека остается. И вышла следующая модель Lux XR. Вот здесь буковка R, дорисую ее себе. И получается, что из Lux X очень нехитрым способом за бешеные деньги для подика, да, ты можешь собрать себе Lux XR. Зачем? Опять же, почему? Загадка природы. Что по устройству? На выходе мы получили вот такой вот крайне интересный, компактный достаточно подик. Это пластик, это крашеный металл, который имеет свойство немножечко облизать по торцам, да? Может быть видно, может не видно, но если ты посмотришь на локальных барахолках, там будет очень много продаваться X-ов и XR-ов с стертой вот этой краской. Она разная, да? Там есть градиенты очень приятные, черные, светлые тона. К дизайну вопросов нет. Очень приятная анимация плавающая, вот эта вот пульсирующая. И вообще сам дизайн, когда я только увидел этот девайс на рендерах, да, на фотографиях на сайте, предрелизанную версию, я был, ну, шокирован, удивлен. Это был один из первых с прозрачным вот этим вот пластиком, с прозрачным стеклом. Мне казалось, что вот, наконец-таки, фундаментальная революция в дизайне подов, да? К чему мы привыкли в то время? Просто кусок пластмассы, кусок металла, да? Там покрашенный по-разному, но, конечно же, никаких вот этих вот микросхемок красивых, чипов, ничего этого не было. Плюс не было этого градиента. Все это было супер классно, необычно, рынок такого еще не видел. Вот, мне казалось, что это просто прорыв. Но, как всегда, компании умеют удивлять не только в лучшую сторону, да? Купив его на релизе, значит, помимо вышеупомянутого дебильнейшего картриджа, было обнаружено следующее. Во-первых, мы имеем девайс на 40 ватт. На 40, всего лишь на 40 ватт. В аппаресса, где датчик затяжки? Почему мне в подике, почему мне в подике надо жмакать кнопку, чтобы затянуться? Что это такое? Вам было жалко полцента? Вы хотели сэкономить? Что с вами произошло? Из-за каких технических несостыковок вы не смогли сделать? У вас забор воздуха даже снизу идет. Ну, в чем проблема, ребят? Где датчик? Добрый вечер. Если у вас вдруг кончились датчики, это я сейчас про вапоресса, да? У вас был страшный, никому не нужный вапоресса бар. И он на складах у вас, я уверен, лежит мешками. Вы могли бы их разобрать, выковырять оттуда датчики и поставить их сюда. И было бы сразу же на выходе офигенное устройство. Да, спустя почти год вапоресса переобули, сделали работу над ошибками, мы о ней потом обязательно поговорим, но не сейчас. Сейчас мы говорим вот про вот это. X и XR. Датчика затяжки нет, каждый раз мне надо жамкать. Пойду-ка я жамкну. У меня стоит 0,8 испаритель. Это достаточно ограниченная затяжка. Ограничить ее можно следующим способом, помимо прочего. Это поворотом картриджа. То есть у нас есть здесь на картридже обозначение MTL и все. На других картриджах есть надписи RDL, DL, но это в других уже девайсах. В данном случае MTL. Мы его поворачиваем к маленькому отверстию и получаем достаточно тугую в разумных пределах затяжку. Опять же, ничего нам не мешает развернуть картридж нужной стороной и получить более свободный обдув. Чувствуется ли это в работе, когда ты с ним гоняешь полноценно? Да. На релизе, когда я брал девайс, вот этот поворот картриджа мне показался вообще незначительным. Сейчас, спустя время, я научился немножечко отличать вкусы поворота в одну сторону, в другую сторону, но в масштабах вообще всей этой проблемы. Ну, камон, ребят, сделали бы вы регулировку просто ползуночек громкости. Зачем вот эти сложности, такое отверстие, сякое отверстие, больше, меньше, искать вот эти нюансы вкуса? Для чего это? Зачем усложнять себе жизнь и пользователю жизнь? Половина людей, кого я знаю, кто ходит, ходил, точнее, с этим девайсом, они даже не знали, что можно что-то переворачивать. Ну, обдув и обдув. Ну, МТЛ, что там написано? Зачем это? Непонятно. Так поставил, попарил, вынул, когда заправлял, переставил, ничего не понял, почему поменялся вкус? Ну, вот такая логика. Типа для чего? О, нет ответа. Точнее, ответ есть, потому что в новых реинкарнациях люкс-икс, да, вариации, мы о них тоже обязательно поговорим, все эти проблемы устранены. Значит, проблема была, раз ее устранили, соответственно, ну, вот тебе и решение. Что по корпусу, да, он царапается, он вытирается от ударов, да, пластик прозрачный, у кого-то туда попадала пыль, грязь, ну, у меня вот ничего, все оседает на внутренней части самого устройства. Что по испарителям, это наши любимые GTX, они сладкие, они не текут, они долго служат, они окей на рынке, никаких к ним особых претензий нет. Да, вкус у них несколько однообразный, несколько плосковатый, я бы так сказал. Это вам не картриджи на хроз, да, это другие, другая совершенно технология. Тем не менее, они, ну, удобоваримые, назовем их так. Что по поводу, я парю, новогодние мандаринки, здесь прекрасно, новогоднее настроение со мной, да, если кто не знал, кэндимэн делают вещи, продлевая у себя новогоднее настроение, скажем так, с девайсом, который не вызывает особо позитивного настроения. Что по, ну, загубник удобный, загубник удобный достаточно, но не под навал. Под навал его не хватает, тут достаточно узкая шахта, отверстие, да, если ставить сюда 0,4, да и он не вывозит 0,4, 40 ватт, здесь нет регулировки даже настроек, понимаешь, друг, ты даже не можешь 3 раза фаер нажать, переставить себе мощность, оно ничего не меняет, он автоматически подстраивается. Но если вы, ребят, делаете девайс 40 ватт, у вас целая линейка, 10 там, 5-10 испарителей, сделайте вы хотя бы мощность переключать. Я ставлю сюда 0,4 испар, он пыжится, пыжится, пока заряжен аккумулятор. Да, он быстро относительно заряжается, но как только аккумулятор подсаживается, все, ни о каких там 36-35 ватт заявленных нет, а 40 тут нет и подавно. Вот. Но, тем не менее, какие-то клубы пара дыма выходят, неудобно. Через вот это неудобно наваливать, просто технически неудобно. Чтобы наваливать, нужно луа, дупло, а не вот это вот все. Значит, по итогу, да, на свое время, когда девайс выходил, он цеплял дизайном. Безусловно. Он цеплял размерами, да, он очень удобный, в руке не скользит, хотя, казалось бы, да, глянец. Он всем этим цеплял. Сейчас же, на сегодняшний день, рассматривать его к покупке, даже пускай на барахолке, там, если ты его выхватишь за полторы тысячи, что вряд ли. Но всякое бывает у нас, знаешь, барахолки такие. Да нет смысла его брать, и нет смысла его рассматривать, потому что все косяки, о которых мы сегодня поговорили, да, все косяки абсолютно в нем уже исправлены в новых версиях, о которых мы когда-нибудь поговорим. Спасибо, что посмотрел, спасибо, что послушал. Подписывайся, куда подписываться, ты знаешь. Все расписано, все написано внизу, под видосом. Где купить этот и другие девайсы, я сказать не могу, но в комментариях ссылочки оставляют. Всем пока.